Хочешь собрать сильную команду FIFA Ultimate Team? Покупай монеты у Краба. Крабы.ру. Низкие цены и высокое качество. Ссылки в описании. Всем привет, друзья! У микрофона Дмитрий Феникс. Это означает то, что мы сегодня продолжаем карьеру нашего футболиста. Показатели общие у нас равны 87. Матчи будут впереди очень интересные. Давайте взглянем на календарь и посмотрим. Сегодня мы встречаемся с Марселем. Следующую встречу мы встречаемся с PSG, который я очень хотел выйти против, естественно, почти самого лучшего клуба во Франции. Ну и дальше, следующий месяц наполнен полными неожиданностями. Как видите, это и ответка Мюнхену, это и сборная России два матча, квалификационный выход. Кстати, надо будет посмотреть, меня этот самый тренер сборной пригласил на эти матчи. Нет, очень тоже хочется, конечно, в них поучаствовать, потому что это будет квалификация на чемпионат мира. Вот, и, соответственно, будем главного матча ждать. Это будет 1-8 ответный матч Мюнхену. Конечно, матч будет сверхсложный, потому прошлому матчу было понятно, что мы выглядим гораздо слабее, чем Мюнхен. Но время покажет, мы будем бороться. Так, первая встреча у нас на повестке дня Марсель, довольно сильный клуб. Сейчас нам, наверное, покажут турнирную, конечно же, таблицу. Да, нам ее показывают. Вы видите, что Марсель находится на второй позиции, то есть ПСД находится на первой позиции. И, соответственно, в ближайшие матчи самыми сильными клубы будут Франция. Ого, там как поют, ничего себе. Вот это поют, вот это поют они там, да? Да, будем готовиться, будем готовиться к Мюнхену. Надеюсь, меня выпустит тренер. Ух ты, народу-то сегодня, смотрите, в Марселе сколько много забило. Здесь народ еще на стадионе, все кричат просто обалдеть. Обалдеть, одним словом. Мандандан, да, ну и фамилия там у вратаря была. Вообще французские фамилии очень даже некоторые прикольные, но когда их читаешь, это просто вот это вот пи. Там одна была вообще какая-то бджи-джи-джи-джи-джи-джи, что-то такое наподобие. Вот, но мы знаем, что у французов очень много чернокожих, а для этих чернокожих из бывших этих самых... У Франции вообще резервации очень было много, колоний, да? И вот что из этого вышло. Ну и, собственно, меня показывает. Я готов полностью к сегодняшней встрече, полностью готов. Надеюсь, на сегодня, конечно, заработаю для команды много очков. Поехали играть в футбол. Гол! Это гол! Это гол! Вы только посмотрите на финтах. Вообще на финтах и правая нога, как всегда, под правую ногу. И Марселю забиваю в этой встрече. Своей второй розовой бутцей. Здорово с Фалькао вообще. Вот смотрите, когда рядом Фалькао, всегда начинает все получаться. Как только я забил, я не знаю, повтор это не показали, но Фалькао дал мне пять. И сегодня мы ведем 1-0 пока что. Здесь хорошо, на меня сыграли, только... Здесь вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! На Фалькао здесь лучше бы на меня сыграли, потому что я-то стоял лицом к воротам, а он спиной. Нам напоминает, что следующая встреча у нас с ПСЖ, которые, собственно, мы и ждем. Вот. Ну, с Марселем тоже радостно, конечно, но мы уже здесь выигрываем. И продержать. Главное сейчас наша задача продержать эту победу. Гол! Ребят, это гол. 2-0. Я делаю на Марселе. Вы только взгляните, а? Вы только взгляните на эту красоту. Ну, вы только взгляните, а? С подзащитника на ру коленами здесь вратарь решил сыграть, потому что я на силу пробил. Возможно, руки не решил задействовать, но... Я сегодня делаю 2-0. Два гола забиваю. Вот это да. Вот это да. В первой лиге три гола уже, кстати, у меня. Это супер. Это супер. Да, очень лестно играть, конечно, с такими футболистами, как Фалькао. Очень лестно. Но меня все равно не тревожит этот матч с Мюнхеном. Очень тревожит, ребят. По той игре, которую они, конечно, показали. Это, ну, я не знаю, Марио Геоттс, который, ну, я не... Блин, как с этим парнем просто бороться, я вообще не представляю. То есть во Франции я себя, в принципе, чувствую почти как рыбу в воде, да? Если вообще говорить так, посерьезки. А ну, попробуй провесь. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О, конечно, там, наверное, в сайт уже был, да? Мда. Но я допрыгнул до этого меча. Я даю мне... Вечно здесь я. Ой, куда я побежал-то в другую сторону-то? Я что-то как-то это лоханулся, не в ту сторону побежал, ребят. Но такое тоже бывает вообще на самом деле. хорошо на меня здесь закинули вот это так вижу я что же я сделал то надо было туда опоздать они туда я не туда дал там ты фалькау сбегал звене чувак я короче вообще я перепутал а вот еще может быть из этого что-то выйдет я не выйдет нифига не выйдет подкате здесь забирает мячик но меня заменяют марте ла место меня выпускает принципе неплохая замена довольно серьезное место меня вот я ухожу с поля и надеюсь на следующий на следующей встрече спасли же меня выпустят марсель по крайней мере покорен мы занимаем такую позицию мы занимаем теперь вторую позицию после пассажир если мы будем пассажир кто тогда мы заработаем нормальное количество очков и у нас появляется шанс борьбы за чемпионство в первой собственно лиги но я думаю пассажир будут все не бороться по полной программе на поле не смотрим этот звездный состав пассажир смотрим на что здесь делает криштиану рональду твою мать чё за херня вот так какого хера я ибрагимовича как минимум и тут подумал встретить нудри как криштиану рональду чё за херня алё чё за херня вы сейчас увидите состав это просто пипец лучше рональда потом с рональдским играть лака лаказета лукаш офигеть офигеть вандервайл дэвид луис ха хриштиану рональду обалдеть сегодня я должен закрыть вот этого парня по тридцать первым номером играет и нифига себе вот это да вот это вот это поворот вот которого я действительно не ожидал я реально ожидал здесь встретите брагимовича но видимо брагимович куда-то уехал или не знаю что произошло ну что ж да ладно поехали до скорость у меня конечно с кришем это мне как нет неба и земля не до него еще в уголом не до него еще в угол по скорости это будет очень опасная игра ребят очень опасная пс же все днё ибрагимовича поменял на этого самого христиану это очень правильное решение а фу-фу-фу-фу-фу гауздать это где команда много чего-чего это гол это чё гол был что какой гол вы чё лё как гол в голову попала вратарю йо нифига себе себе вот это я таких голов еще уже за такое долгое время ни разу не видел здесь может быть что-то выйдет а пробить мимо вы не поверите но помимо того что тут играет криштиан рональдо но тут еще на воротах стоит таким феев вот это я просто честно каком-то шоке это невероятно ребят на не забивает еще один мячик еще одна банка нашего рота это какой-то просто триндец посажение остановим и неуловим это просто пипец это это какой-то золотой состав на самом деле обалдеть просто просто пипец какой-то вообще пипец полный нереально нереально с этим клубом играть но только взгляните с навес и головой бах и все игол все с двух с одной подачи все кинфееву по моему сегодня больше везет чем нашему вратарю это однозначно 100 процентов сто процентов сколько на пузе проехал на газоне фигасе 61 минута мы не знаем просто как мы им будем забивать сегодня я вообще просто не представляю но это нереально нельзя супер турбо звездами здесь назвать футболистов нельзя но блин да тот же самый криштиану который но особо здесь в этом составе сильно не выделяется гену играет этот состав действительно в три раза лучше фалькао я бы там открылся если бы успел ухты вот это уже момент вот это похоже на моменту кто-нибудь ударь там все равно сайт был даже если ворота попал бы не засчитала это может быть какое-то издевательство но криштиану кстати рональда был но у псж куплен кокорин то есть в пассажир играет кокорин я я вообще я короче в таком на самом деле шоке ты на нахер ну 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 вот она вот она баночка баночка 2 1 2 1 на 77 минут я не знаю отспеем ли мы отыграться я не знаю да я не знаю не смотрите как а в очко ему туда зафигачил то красивый конечно был но в общем я говорил я в полном шоке то что здесь играет кокорин криштиану рональду на ворота вообще на воротах вообще кинфеев ну короче вообще просто невообразимо невероятно лукаш осампас сегодня забывать 78 может быть отыграем с на возможно ли это но как с ним играть как с ним играть я не понимаю криш как с тобой играть такая скорость что ну невозможно остановить фалька у нас заменяют маркил выходит вдвоем пробовали держать криш крестинку но к сожалению видите его даже здесь могу догнать он здесь быстрее меня бегает но он двоих обыграл как нефиг делать конец таймона должны вроде как мы открывать но атакует у нас со счетом 21 как корин проходит кокорин что делает ваш защиты кокорина обалдеет пять минут по моему там добавил судья к этой встрече но это я не знаю я вообще в шоке от пассажир особенно от их него конечно же состава пока что еще 21 еще лукаш подает народе забрал мяч 90 я не знаю наверно выглядит скорее всего свистеть аппарат это за понятно что соперник переиграл нас и на поле то однозначно давай парень беги но все прозвучал финальный свисток мы проиграли со счетом 21 сегодня была не самая лучшая игра показательные сегодня район там по моему 6 и 8 в общем одна из худших игр за монако но такого состава от пассажири конечно сегодня вообще не ожидал на сто двести триста процентов вообще не ожидал что криштиан и здесь и кокорин здесь здесь ну и пол французских таких довольно серьезных футболистов тоже здесь в общем все это смешалось и получилось вот такой вот пассажири который довольно очень блин не самый лучший конечно состав но он выигрывает с ним как-то очень сложно играть ну что ж на этом все мы заканчиваем впереди нас ждут очень отличные матчи по календарю у нас впереди байер на с которым мы будем скоро играть в общем скоро будет интересно футбол также впереди нас ждет и я думаю если мы поедем сборную матч сборной и конечно байер через один один матч так сказать скоро 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 ждите а на этом все до скорых встреч пока пока